Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава Шмот. Немножко о благодарности. Наши мудрецы учат, что тот, кто отказывается от признательности к другому, в конце концов придет к тому, что не будет испытывать благодарности по отношению к Всевышнему. Так произошло, кстати, в нашей недельной главе с фараоном. Сначала он сказал, что не знает, кто такой Иосиф, не помнит всех благодеяний, которые он сделал для Египта. А потом сказал, кто такой Господь, чтобы я послушал голоса его и отпустил Израиль. Так люди ему написали, что так и будет это все. Если ты не испытываешь благодарности ко всему, что вокруг тебя, за то, что ты встал, за то, что ты проснулся. Ну, как ты собираешься жить нормальным человеком? Мудрецы, которые видели все, говорили, что для благоденствия человека на земле, в первую очередь, необходима здоровая душа. Тело мы понимаем, а душу не всегда. Представь себе больным, который умничает много, который не хочет прислушиваться к совету врачей и говорить, что я должен понять, как лекарства лечат. Сначала он начинает изучать медицину, потом химию, но может что-то случиться до того, как он поймет эти мудрости. Так вот те, кто лечат душу, знали лучше нас. И зная это, они нам сказали, что благодарность – величайшее лекарство для излечения души. Когда ты видишь с утра, что ты встал, что у тебя, слава богу, работает там рука или нога, что ты что-то видишь, скажи слова благодарности. Светит солнце, скажи слова благодарности. Если тебе кто-то из близких улыбнулся и так далее, у тебя есть еда на сегодняшний день, за все ты должен благодарить. Иногда человек говорит, вот у меня, скажем, финансовые потери. Как я могу благодарить? Никто не знает, что готовил ему Господь, отвечают мудрецы. Порой финансовые потери могут оказаться благословением, так как аннулируют другие, более суровые, принятые в отношении нас решения. Понимаете, праведники так рассуждали. Они говорили, что все, что с 10%, я обещал дать Богу со всего, что ты пошлешь. Если потеря, а есть потери, так рассуждают великие. Уровень благодарности зависит, конечно, и умение благодарить зависит от человека. Кстати, как и многое другое, это поддаются тренировке. Чем чаще ты благодаришь, тем легче у тебя потом получается. Есть люди с уникальным умением благодарить. Короткую историю расскажу. Примерно 400 лет назад одна семья Емени приехала в Святую Землю. Они испытывали, тогда была тяжелейшая эмиграция, родители умерли. Доставили маленького одинокого сироту по имени Ешо. И он в одиночестве спал в полях, питался дикими растениями. Ну, короче, очень тяжело было. Потом один человек проявил к нему милосердие, взял его к себе в дом, кормил его. И так позволил мальчику посвятить себя изучению Торы. Потом стал его учиться, отдали его в Ешиву. И он даже удостоился учиться у святого арабия Хайма Виталия. И стал одним из мудрецов поколения. Человек, который принял его в свой дом и кормивший его, не был ученым в Торе. Ему даже Мишну было трудно учить. В благодарность за помощь сел раб Иошу и написал для своего благодетеля огромный и ясный комментарий к Мишне. Так у народа Израиля появилась книга «Хелет Шлома». Так вот выражается великая благодарность. Благодарность, в частности, заключается в умении поделиться временем, средствами. Даже с тем, что у тебя есть что-то лишнее какое-то. Если в кладовке у тебя что-то стоит, лишняя одежда, которую ты не одеваешь. Вот кто знает Индию немножко, знает, насколько там переполнены поезда. Однажды у пассажира, ехавшего на крыше вагона, упал башмак и упал прямо на нас. Этот человек быстро схватил второй башмак и бросил его, пока поезд не успел отъехать далеко. Пассажир, с удивлением сидевший рядом, говорит, странный поступок, говорит, а что? Он говорит, ты понимаешь, мне ведь все равно нечего делать с одним башмаком. Мне от него уже пользы не будет. А тому, кто найдет оба башмака, будет от них польза. Поэтому я сразу и бросил второй. Вот хорошо бы нам быть такими, как пассажир того поезда. Быть готовыми отдать то хотя бы, в чем мы не нуждаемся, тому, кто может это использовать. Вообще написано, что нельзя требовать от других совершенства, которые вы сами не можете достичь. И вообще надо смотреть на мир добрым взглядом. Сказано, что в нашем мире добро и зло перемешаны. Для того, чтобы увидеть зло, много ума не надо. Да и души вообще не надо. Вот оно, зло. А для того, чтобы увидеть добро, нужно набраться какой-то мудрости. Для того, чтобы видеть добро во всем, если человек уже умеет и такое, да, то это вообще величайшая мудрость. Но давайте начнем хотя бы с первого. Хоть немножко присматриваться. Дорогие друзья, в этом мире есть очень много хорошего. В этом мире есть очень много доброго. Но повторяю еще раз. В этом мире добро и зло перемешано. Давайте учиться выискивать добро. А зло оно само себя проявляет. Прохавы от слоха. Прохавы от слоха.